В эфире информационного канала Севастополя программа время и сегодня проведу я журналист Николай Скребе. Здравствуйте уважаемые друзья и вновь будем говорить о событиях судьбоносных событиях четырехлетней давности. У нас в гостях один из самых активных участников Русской весны Дмитрий Анатольевич Белик, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте Николай Андреевич. Поздравляю вас с этой годы. И вас тоже. Дмитрий Анатольевич, на момент проведения митинга Доброй Воды вы работали, будем говорить, были вторым человеком в администрации Владимира Яцубы. Легко ли было принимать решение следовать именно воле севастопольца? Ну я кроме того, что был вице-губернатором по социальным вопросам в правительстве Яцуба Владимира Григорьевича, кстати, мы очень благодарен за вот ту работу, за то сотрудничество, которое мы вместе прошли. Очень много полезного я почерпнул, но речь сегодня не об этом, конечно. Я кроме этого был и депутатом городского совета. Меня вместе с тем избирали севастопольцы, избирали три раза, вы это помните. И началось, собственно говоря, со звонка Алексея Михайловича Чачалова вечером 23 февраля, я на тот момент был в Москве. Мы позвонили вечером, я уже был в аэропорту Шиеметьев, готовился вылетать в Севастополь, был задан конкретный простой вопрос. Было так, сказано, Дима, мы тут власть берем в свои руки, ты с нами или нет? В итоге, ну, это было в телефонном режиме, договорились, встретились в 24, это был понедельник, утром. Городскую администрацию у меня в кабинете сделали телевизор погромче, и я задал несколько вопросов. Говорю, Алексей Михайлович, мы идем в Россию? Он говорит, да, я говорю, Россия знает об этом? Он говорит, да, я говорю, тогда я с вами. Вот это вот, если очень коротко вот рассказать о начале, как русская весна началась для меня, вот это было именно так. Буквально через 10 дней вы становитесь уже вторым человеком в команде Чалова, в исполнительном комитете. Какие трудности испытывали вы в первые дни, учитывая, что опыт управленческой деятельности и городского масштаба имели, пожалуй, только вы? Ну, на самом деле, я бы не сказал, что это трудности, это рабочий момент и колоссальная, знаете, колоссальная самоотдача тех людей, которые были рядом со мной, рядом с Алексеем Михайловичем. Вот ведь на самом деле, понимаете, тогда уникальным, удивительным образом шли разные процессы. С одной стороны, вопрос безопасности, вопрос охраны материка Перешейка, когда приехал наш севастопольский Беркут, и первое, что они сделали, они поехали на Перешейк для того, чтобы не пустить сюда, там, скажем... Закрыть границу. Закрыть границу, если так, да, очень просто, абсолютно верно сказали. Это одна сторона. Второе, нужно было в городском совете принимать судьбоносные решения, это второе. Третье, нужно было сделать так, чтобы город работал, ведь мы помним, начали отключаться банковские системы украинские, все, то есть перестал работать приватбанк, зарплатные карточки обнулились, многие-многие вещи. А нужно было руководить городом, и мне тогда, на самом деле, было доверено, я был исполняющим обязанности главы администрации и благодарен еще раз тем людям, которые были рядом. По сути, работали по 20 часов в сутки, я помню необычный, уникальный момент, когда приходилось зарплату привозить в сумках, носить все в троллейбус, когда параллельно надо было переходить от украинской валюты, скажем так, от гривен к рублям, и эти вещи были нестандартные и требовали нестандартных решений. Плюс к этому приходилось параллельно заниматься подготовкой к референдуму, я, по сути, руководил штабом по подготовке, организовывая техническими вопросами, подготовке самого референдума, нельзя было, мы же понимали, нельзя было сделать так, чтобы где-то, или допустить того, чтобы где-то сбойнуло, потому что мы видели там и журналистов Рейтера, и других, как говорят, наших заокеанских партнеров, или журналистов наших заокеанских партнеров, которым было очень интересно или очень хотелось увидеть какие-то недочеты. Но, тем не менее, все, по-моему, 196 избирательных участков открылись и референдумы провели. Дмитрий Иванович, я хочу вас вернуть буквально на пару минут в первые дни. Вот здесь существовала громадная военная организация украинская, силовые структуры. Могло ли все развернуться с обратным знаком? Теоретически могло, конечно. Это, слава богу, знаете, здесь вот могут по-разному говорить, я вам сейчас скажу ключевой момент, могут говорить, кому-то нравится или не нравится, фильм «Крым», я его посмотрел. И там есть очень интересный один момент, помните, когда летит истребитель украинских ВВС и получает команду сбить российский транспортный самолет. А летчик говорит, приказу цель уничтожить, а летчик говорит, приказ выполнить не могу и разворачивается. То есть это о чем говорит? О том, что вот тогда, слава богу, такая была ситуация, что украинские военные или военнослужащие Украины, они жили на одних площадках с нашими. То есть жены общались, и это все равно было одно сообщество, одни люди. И никто, слава богу, ни у кого не хватило ума, ну или наоборот, хватило ума не открыть огонь на поражение. Служебного рвения. Служебного рвения. Это на самом деле промысел, это очень хорошо, что так получилось, слава богу. Да, безусловно, мы уже понимаем, что очень много сделали отряды самообороны, много очень сделали люди, военнослужащие, где было огромное количество переговоров. То есть и по сути все завершилось мирно. То есть часть украинских военных и сегодня служит в российской армии, кто-то принял другое решение. Никто никого не держал, никто никого не удерживал. После референдума покинули полуостров, это абсолютно право каждого человека. Мы-то тем на сегодняшний день не отличаемся, мы никого не держали, у нас даже референдум проходил. Я часто на ток-шоу в Москве говорю своим оппонентам, послушайте, говорю, а какого вы демократии говорите? Вы, говорю, сделали один украинский язык, вы не видите других людей. А у нас даже референдум по вхождению в Россию проходил бюллетень на трех языках. Русский, украинский, крымский, татарский. Пожалуйста, мы никого не ущемляли в правах. Да, в первые дни была такая вероятность, я скажу больше, была попытка арестовать народного мэра. Это при мне было, и по сути мне удалось его предупредить. Мы за 20 минут до предполагаемого ареста покинули через черный ход здание городской администрации, именно через черный ход. А через 20 минут приехало 6 автоматчиков, двое людей в штатском. Понятно, кого они искали, они искали нас. Не пироги вам привезли. Вернемся к хронологии. 6 марта парламент Крыма проголосовал, в общем-то, за ухождение в состав Российской Федерации. Заодно перенес дату референдума на 10 дней раньше, на 16 марта, вместо 30 марта. Синхронно об аналогичном решении, возможно, об аналогичном решении моментально заявил никто иной, как исполняющий обязанности главы администрации Белик Дмитрий Анатольевич. Вот насколько своевременно было решение и Крымского органа представительской власти, и Севастопольского горсовета? Ну, тут скрывать не буду. Эти решения координировались, безусловно, были на прямой связи. Мне довелось, и я это помню, как очень хорошо это врезалось в память, то есть мне довелось докладывать это решение. Решение было такое, что городу Севастополю, ключевые фразы из этого решения, городу Севастополю войти в состав Российской Федерации в качестве субъекта Российской Федерации и назначить референдум на 16 марта 2014 года и провести его вместе с крымчанами. То есть тогда еще был вопрос, будем ли мы отдельно и будем. Тогда стояла главная задача, конечно, хорошо, что мы город федерального значения отдельный город, но тогда стояла задача провести референдум. И я как сейчас помню, когда мы вышли из здания городского совета, стояли люди, огромное количество людей перед городским советом, вся площадь. Вот это мы в мегафон объявляли. Это не передать словами людское, вот эта волна счастья, волна радости. То, чего Севастопольцы ждали не один год, а 20 с лишним лет. И на самом деле, много говорил об этом, еще раз скажу. Такого единения, как было тогда, в эти полтора месяца русской весны, наверное, не было, может, уже и не будет, может, уже не надо, я не знаю. Но это на самом деле, мы были едины как кулак, мы все шли к единой цели, все отбросили или отставили в сторону. Личные разногласия, политические, какие бы то ни было еще, все шли к единой цели. И тогда все были едины. И хочется поблагодарить, конечно, Севастопольцев, хочется поблагодарить тех людей, которые работали, и депутатов городского совета, которые принимали эти непростые решения. Первое, там, мы, помню, 24-25-е приняли о непочтении киевской власти. Это же было тогда по сути все. Проводили черту, Рубикон пройден. Как оно завтра будет, многие же не знали. И никто не мог знать. Мы шли к этому, но ситуация могла быть, не дай бог, как вот она в других городах на востоке Украины сложилась. А получилось то, что мы стали частью Российской Федерации. И, конечно же, президенту спасибо нашему Владимиру Владимировичу за ту политическую волю, за то, что по итогу-то получилось как. Так, Россия доказала, что она своих не бросает, а мы свои. Мы русские люди, русские, русскоязычные, неважно, я не про национальность говорю. Русские это широко. Это и украинцы, и белорусы, и казахи, и кто угодно. Это русский народ, и русский мир. И Россия показала всему миру, что своих она не бросает вот этой критической ситуации. У нас очень мало времени, предлагаю нам перенести в сентябрь 2016 года, когда вы стали депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Где вам комфортнее было? Перед русской весны или сейчас на месте депутата? Разное время, абсолютно разная работа. А мне комфортнее, конечно, в Севастополе. С севастопольцами тут, безусловно. И те полтора месяца, это, наверное, не из лучших, воспоминания. Хотя вот напряжение уже потом я с трибуны 20... Ой, простите, 16 марта, когда мы объявили итоги референдума, я сошел с трибуны, тогда почувствовал, насколько устал за эти полтора месяца, потому что почти круглосуточно мы работали. Конечно, комфортнее с севастопольцами, но я сейчас депутат от Севастополя, кстати, единственный. Мне приятно выходить на трибуну Государственной Думы и говорить, что я представляю город-герой Севастополя. Я благодарен севастопольцам за это доверие. Я сделаю максимально возможное то, что от меня зависит на федеральном уровне, на местном уровне для того, чтобы помочь с решением тех или иных вопросов. Они у нас есть в городе, и социальные вопросы, и многие-многие другие, но, тем не менее, мы какие-то вопросы уже решаем и с подачи правительства, и с подачи президента, и социальные инициативы, и многие-многие вещи, которые в ближайшее время и уже севастопольцы почувствовали, как и все россияне, это минимальная зарплата повышена и другие вещи. Я понимаю, что в Севастополе особая специфика. Вот у нас буквально позавчера был комитет Государственной Думы по природопользованию, проблемы с садоводами обсуждали. Огромный, скажу как есть, ворох проблем. Разных проблем, абсолютно разных, из каждого, который требует своего подхода. И здесь я скажу, тезис президента. Самое главное не забывать, что для нас, для всех, для политиков, вот, как говорит наш Владимир Владимирович, самое главное для нас люди. Это самое большое богатство. Не бюджет, не там, не еще что-то. Это все нужно. И армия нужна, и все. Но люди для нас самое главное. И это вот первое, о чем мы должны думать, принимая те или иные решения. А другого у нас... Времени нет, поэтому вам буквально 30 секунд, для того, чтобы поздравить всех из четырехлетней даты русской весны. И учитывая, что мы в преддверии все-таки международного женского дня, наверное, на женщин Севастополя. Вот я начну с женщин Севастополя. Ведь на самом деле, женщины — это украшение. Я просто себе не представляю, как бы мы жили, если бы рядом не было женщин. Мы вас любим, мы вас ценим, мы хотим вам нравиться, не будем этого скрывать. Спасибо вам за то, что вы есть. В Севастополе самые прекрасные женщины, девушки, мамы. И дай Бог вам всего самого хорошего в преддверии вот этих праздников, прекрасных женского, международного женского дня. Ну и, конечно же, всех еще раз поздравляю вот с этими событиями. У нас три даты уникальных. 23 февраля, 16 марта, 18 марта, когда мы шли в Россию, и мы туда пришли. Мы сегодня дома, мы сегодня в России. А те неурядицы, которые есть, они будут преодолены. И, я думаю, пройдет немного времени, и мы забудем о тех проблемах. Но мы у себя дома, мы на родине. И спасибо вам за этот подвиг. Другого слова здесь не подберем. Спасибо вам. Это был Дмитрий Анатольевич Белик, один из самых активных участников тех событий четырехлетней давности депутат Государственной Думы Российской Федерации. Спасибо вам. Всего доброго нашим телезрителям. И до встречи в программе, или в рамках программы «Времикс». Редактор субтитров А.Семкин